Атман, добрый день. Давайте немного познакомимся. Меня зовут Елена Коваленко, духовное имя Д-кратно-паук, что обозначает гостеприимное, заботящееся на духовном пути. Немножко расскажу вам, как я странным образом попала в кундалини-йогу. Знаете, когда то, что нужно, происходит, вы идете, сами не знаете почему. Я сама не знаю, почему пришла первый раз на класс кундалини-йоги. И только мы закрыли глаза, и я себя увидела в белой одежде, ведущей, практику. Я, конечно, а я тогда была в процессе поиска себя. Я понимала, что уже то, чем я занимаюсь, мне не нравится. Я искала что-то новое для себя. И так получилось, что я пришла на кундалини-йогу. Я сразу пела мантры. Я сразу понимала, как это дышать огнем. Я не понимала, от чего это. Я человек вообще далекий от любой йоги, случайно он образом попавший на класс. И в конце класса я поделилась с учителем. И я прям с таким сказала, что представляете, какой бред мне, какой я бред увидела, что я сижу на вашем месте. Она немного ухмыльнулась. И через полгода уже мне предложила вести класс. Потому что так получилось, что нашим учителям нужно было уехать. Кто-то должен был заменить. И мне сказали, ты знаешь уже все крии. Ты вполне можешь, ты готовый учитель. И так я начала вести кундалини-йогу, продолжая искать себя, не понимая, мое это не мое. Кундалини-йога поменяла мою жизнь вообще просто на 360 градусов. Я была руководителем жестким таким, тянущим на себе семью. 50 человек в подчинении, которые не могли совладать, не могли спорить даже руководители. Я со всеми спорила. Ну, начала, когда я стала вести кундалини-йогу, когда я стала ей заниматься, я стала спокойней. И меня просто выдавило это пространство, выдавила моя работа. Это жесткая работа, руководящая это уже было не мое. Очень тяжело было уйти, очень, представляете, когда 20 лет проработал. 20 лет я проработала на этом предприятии. Я работала на производстве игрушек, руководителем на производстве. Ну, я понимала, что очень страшно было, но я понимала, что мое кундалини-йога, мое целительство за эти тогда 3 года, сколько я преподавала кундалини-йогу, у меня открылись всякие способности. Я стала людей лечить, я стала видеть многое. И, в общем, моя жизнь поменялась, я ушла из отношений абьюзивных, я нашла новые отношения, очень много всего поменялось. Я открыла свой небольшой класс в дальней йоге. Вообще с нуля, вообще без единого человека, знакомого, вообще человек не бизнесовый. Ну, вот, как говорят, что если ты идешь в твоем предназначении, все складывается наилучшим образом. И вот год назад, 10 месяцев назад, попалась, я была подписана на кундалини онлайн, и мне попадается, что начинается обучение. Я не знаю почему, точно так, в очередной раз, не знаю почему, я поняла, что мне надо пойти. Ну, вопрос, почему, ну, я же, я же уже веду 4 года почти кундалини-йогу, я же супер-йог, я же вся просвещенная, зачем мне вообще это надо? И вот, вот это обучение мне объяснило, зачем мне это надо. Моё эго просто потерпело фиасто. Это не тренинг инструкторов йоги. Это тренинг соединения своим истинным я, соединение, извлечение своего эго. Эго – это хорошая штука. Эго – это наша личность, да. Но когда оно вот так завышено или занижено, там оно болеет, как говорится. И вот за эти 10 месяцев еще больше, сколько в моей жизни произошло, сколько, наверное, не происходило во ближайшие 15 лет. Очень много осознаний, очень много изменений. И просто надо, я понимаю, что это не тренинг учителей, это тренинг учителя внутри себя. Вот именно истинное я, божественное я, которое ведет вот это руководство. Вот что мы, с чем мы соединяемся. Я считаю, что всем надо вообще пойти на этот тренинг, всем надо сквозь него пройти. Кто уже готов? Конечно, это мощная трансформация. Но кто уже готов как-то менять свою жизнь, кому уже надо ела. Это колесо сансары, где повторяются какие-то неприятные вещи в жизни. Можно пойти на наш тренинг.